Поворотный момент в отношениях Русской Православной Церкви и Патриархата в Константинополе. Его предстоятель Варфоломей не будет молитвенно упоминаться во всех храмах РПЦ. По мирским меркам это равно разрыву дипломатических отношений, пояснил глава отдела внешних церковных связей, митрополит Илларион. Чуть позже пресс-секретарь Патриарха Кирилла уточнил, дверь перед Константинополем не закрыта, диалог не остановлен. Пока что зажжен желтый свет. Звучит громко, но к этому шло. Почему? Разбирался Олег Шишкин. Пять часов за закрытыми дверями. На первый взгляд повестка внеочередного заседания Священного Синода Русской Православной Церкви не несла в себе сенсации. Поводом для дискуссий стала отправка вселенским патриархам двух своих представителей, экзархов, в Киев. Но посвященные в тонкости церковных традиций уверены. Речь о судьбе православия на Украине. Тем более никто не скрывает, экзархи занимаются подготовкой церковного собора, на котором будет объявлена автокефалия, независимость, а по сути легализация так называемого Киевского Патриархата. Русская Православная Церковь всегда выступала против. Ответные меры перечислены в специальном заявлении Священного Синода. Выражаясь светским языком, это нота о разрыве депотношений. Священный Синод Русской Православной Церкви на своем сегодняшнем заседании принял решение о приостановлении поминовения патриарха Константинопольского за богослужением Русской Православной Церкви. Мы также приняли решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата, приостановить наше участие во всех структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата. Этому конфликту уже более четверти века. Церковный раскол на Украине связан с нынешним главой так называемого Киевского патриархата Филаретом. В 1992 году он считался одним из претендентов на патриарший престол в Москве, но Священный Синод не поддержал его кандидатуру. Вернувшись в Киев, Филарет проразгласил независимость Украинской Православной Церкви и объявил себя ее головой. Но не все верующие пошли за новоявленным патриархом. Раскольников не поддержала ни одна из 15 поместных православных церквей, ведь каноническая Украинская Православная Церковь – преемница, учрежденная еще в 1988 году Киевской митрополией Константинопольского патриархата, перешедшей после воссоединения Украины с Россией в 17 веке под юрисдикцию Москвы. Сейчас из резиденции Вселенского патриарха звучат заявления, что ничего подобного никогда и не было. В РПЦ напомнили и другие, мягко говоря, недружественные шаги Константинопольского владыки. Едва ли не всякий раз, когда РПЦ оказывалась в трудных обстоятельствах, вместо того, чтобы оказать братскую помощь, вместо того, чтобы проявить солидарность, мы получали от Константинопольского патриархата удары в спину. В те же самые 20-е годы Константинопольский патриархат в одностороннем порядке предоставил автокефалию польской церкви, создал свои структуры на территории Финляндии и Эстонии, хотя эти страны входили до того в каноническую юрисдикцию Русской Православной Церкви. О признании раскольников Вселенского патриарха просил Петр Порошенко. По словам экспертов, автокефалию можно считать политическим проектом украинского президента, который он планирует записать себе в заслуги на выборах главы государства в будущем году. Автокефалия — это не проблема лишь украинских православных, это вопрос нашей украинской независимости. Это один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности и, в конце концов, всей мировой геополитики. Поэтому нам и чинит препятствие Москва и пятая колонна на Украине. Интересно, что Вселенский патриарх Варфоломей объясняет свои действия желанием укрепить единство православия. Хотя эксперты говорят, что автокефалия обернется еще более глубоким расколом на Украине. Не секрет, что непризнанный киевский патриархат горячо поддерживается националистами, которые с молчаливого согласия властей избивают православных священников и захватывают храмы канонической церкви. Легализация раскольников еще больше развяжет им руки. Они уже заявляют о претензиях на древнейшую Киево-Печерскую лавру. Идея создания независимой поместной церкви на Украине не нова. И, как отмечают политологи, к ней украинские власти, как правило, возвращаются, когда их народная поддержка находится на критически низком уровне. Чем острее межконфессиональное противостояние в обществе, тем проще отвлечь людей от действительно насущных проблем в государстве. При этом мнение прихожан канонической православной украинской церкви вообще не принимается в расчет. А ведь достаточно сравнить эти кадры из Киева во время празднования годовщины крещения Руси, чтобы понять, на чьей стороне перевес. Иди православную веру! Обные шаги чреваты в дальнейшем полным разрывом и обратились ко всем братским поместным церквям за поддержкой и просьбой о молитвах за сохранение единства святого православия.